11 августа производим посев газона. Этот участок с тремя кленами в прошлом году мы перекапывали, освобождали от камней, строительного мусора, железа, сорняков, планируя посеять газон. В этом году сюда свозилась вся глина из-под выкапываемого прудика. Наша садовница Алена тщательно вновь перекопала, выровняла поверхность под деревьями, проволочила каждый комочек. Нам привезли замечательный почвогрунт, плодородный грунт, просто великолепный. Распределил поверхности глины, разровняла. Погода нам благоволит, небольшой дождь. Сейчас Алексей равномерно распределяет по поверхности удобрения для газона со сбалансированным азотом, калием и фосфором. И сразу сеем газон. С Божьей помощью, всходы мы увидим уже на следующей неделе. Сносим мы уже сразу по удобрениям семена газона. Здесь однолетние и многолетние травы. Состав мятли, криграс и овсяница. Не жалеем. Сыпем как следует. Плотненько все это взойдет. И будет уже зелененько где-то через неделю. Это дружненько сейчас в почву впитается. И даже поливать не надо. Погода благоволит посеву газона. И будет у нас зелененько. Зелененько всегда нарядненько. Приствольные круги специально вот так ограничили камушками, которые остались от строящегося прудика внутри. Или же как-то вокруг будут лавочки. Но это еще в планах, в проектах. Или же можно будет посадить в арегатные хосты. Тоже будет замечательно смотреться на фоне зеленого газона в арегатные хосты. Все лаконично. Вообще надо стремиться, конечно, к минимализму в садоводстве. Здесь вот это мы и проявим. Идет очень мягкий грибной дождь. На завтра такая же погода. И мы решили не укрывать спанбодом наши посевы. Дав возможность влаги проникнуть в почву вместе с семенами. Если все-таки голуби атакуют, мы оперативно все укроем. По травосмесям рыграс однолетний дает очень быстрые и дружные всходы на 5-6 день. С нашим климатом плохо зимует. Лучше использовать в травосмесях. Что мы и делаем. Привнесли мятлик луговой и овсяницу красную. Это даст залог того, что на следующий год у нас будет изумрудный газон.